Если такую машину доверить пиздюку 19-летнему, горе будет охуеть. Так, значит, приступаем мы к регулировке клапанов. Здесь на самом деле очень дело такое. Так, самая проблема, значит, у нас будет снять крышку вот этого с второго цилиндра. Значит, что нужно для того, чтобы ее снять? Ну, чтобы не снимать выхлопную часть, которую не дребезжит, снимаем просто выход вариатора. Все равно я собирался ее все перепроверять, снимать крышку и все остальное. Поэтому для того, чтобы снять крышку клапанную, она мешается для того, чтобы вытащить ее. Я, на самом деле, даже я банально ее просто отодвинул. То есть, тем самым у нас получается место остается. И также выкручил лямбду. Ну, и, соответственно, смотрим мы зазоры клапанов. Сейчас будем перепроверять, что у нас как. Ну, все, в таком состоянии. Сейчас провернем колено и поглядим. Так, ну что, друзья. Вы представляете, что здесь? А здесь жопа. Смотрите, как щуп лезет, да? Смотрите, какой это щуп. Вот такой. На впуске стоит. Сейчас вот этот замерю, скажу, сколько он. Короче, во второй клапан я щуп 002 просунуть не мог. Бросил затею дальше этим заниматься, перепроверять. Здесь у нас прям в притирку щуп 005. В втором горшке я сейчас другой померю. Ну что, друзья. Выпускной клапан второй. Видите, как лезет. Вот такие цифры. Вот теперь и думайте. Новый мопед. Новый. 002 впуск 005 выпуск. Особые зазоры, ребята. Переделываем. Ну что, вскрыл я вторую клапанную крышку. Делайте ставки, господа. Сколько здесь будет тепловой зазор. Пишите в комментариях. А я продолжу. Единственное, что мне уже... Уже... Вообще не шевелюсь. Надо проверить, сколько тут. Так, ну что, ребята. Давайте смотреть, смотреть. Разные щупы, разные зазоры. Разные зазоры. Давайте тянем номер один. Он прям вообще еле-еле заходит туда. Пофокусируется. И щуп. 008. Еле заходит туда. Откладываем. Еле даже не заходит туда. 007. Откладываем. Так, здесь, значит, у нас зазорчик. Еле ползет. Ну, я думаю, здесь даже вот этот легко заходит. Где-нибудь, о. 0,05. Так, идем дальше. Этот тоже. Практически хреново заходит. Зазорчик у нас 0,06. Ну, вот и думаете, теперь, когда вы ставить будете прошивки красивые, а у вас будут прогоревшие клапаны. Ребята, значит, настраивайте зазоры правильно. Потому что потом будете жаловаться, прогорели клапаны, будете жаловаться на прошивки. На самом деле проблема оказывается банально вот тоже вот может быть здесь. Итак, что у нас, значит, успелось сделано быть, это у нас поставлены мозги. У нас, соответственно, остается замотать эту штучку. Потом, короче, паролон не нашел. Поставил, короче, на встреч пленочку загерметизировать. Вытащил, короче, паролон отсюда. А с бокс-фильтра, значит, что дальше у нас здесь. А дальше, 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 дальше. Значит, сапун с бака сделан уже. Увиден, это я рассказывал. Значит, в каждую фишку добавлена смазочка. Отрегулированы клапаны и крышечки. Одна, вторая. А далее что добавил, что успел. Так, загерметизирована крышечка. Чтобы она не пускала. Выглядит она у меня вот так вот. То есть, эта часть теперь не работает. Клапан работает теперь только-только вдох-выдох. Так, остается у меня, значит, что еще? Поменять аморты. Одни, вторая. Вынос радиатора. И по большому счету шнорк. Заменить масло в моторе, в карабасе и в редукторах. И на этом, в принципе, весь этап у меня будет по большому счету окончен. Ну и жду еще резину. Резина должна мне прийти, будет кама. Попробуем, поставим. Попробуем что-то в ней. И еще такие вот мелочевочки. Если там шприцевать, хомутики доставить. Замените лебедку. Вот что мне ставят. Фарк, бля. Короче, ты хрена. Поэтому, если дилер у вас просит столько денег, ребята, это стоит того. Потому что я уже тоже ковыряю достаточно долго. Вроде все немножко, но занимает время. Реально занимает время. И поэтому дилеры не просто так просят денег за это. Это стоит того. Ну что, буду дальше снимать, показывать вам. Итак, друзья, в процессе установки амортизаторов обнаружил то, что вот этот пыльник на карданово валу, он получается в свободном ходе. То есть я закрепил хомутами и далее прошел. Ну, вообще любым способом. То есть я здесь просто хомутами и чуть изолента прошел. И он теперь никуда не двигается. И в шлицевом соединении не будет грязи с водой. Вот. А без этого, то есть пыльник свободно болтается. И там, пожалуйста, любая грязевая субстанция будет. И шлицевое соединение долго не проживет. То есть имейте в виду про этот момент. Вот. Ну, к сожалению, крестовины без присмасленок. То есть здесь уже вопрос только сколько прослужат. И далее их уже будет замена. Вот как-то так. Я сам себе и небо, и луна. Голая, довольная луна. Долгая дорога, да и то не моя. Так, ну что. Распотрошил я, собственно говоря, провода, которые шли от лебедки. Ну, честно говоря, на лебедке, ребята, такие провода не годятся. Вы уж как извините, хотите, но я бы такое не буду менять. Вот для примера нормальные провода от лебедки. Понимаете? Ну, или вот они, моточек. Понимаете, сущину, да? Отсюда у вас будут просадки и все остальное. Ну, что будет, как говорится, с таким сечением проводов, можете посчитать, узнать, рассказывать. Я 10 раз не буду. Вот. Ну, движемся дальше. То есть все по вытаскивал. Вот так вот, к примеру, выглядит блок управления выселителем руля. Здесь, соответственно, все вот так вот. Соленой-то оставляю старой. Провода, которые от лебедки идут, они вот такие. То есть они тоже все тоненькие. То есть, ну, я бы с такими проводами не стал ездить. Вы, конечно, смотрите сами. Но это под замену. У меня идет лично. Так. Ну, что у нас здесь дальше движется? Да практически ничего. Надо будет вытаскивать железку вот эту. После замены лебедки буду вытаскивать ее. И уже подготавливать под вынос. Но, наверное, скорее всего, первым делом займусь вот этим. Поставить вынос нужно. Ой. Шторгель вывести. Так. Ну что, подводим итоги. Значит, у нас что получается? Выход вариатора, как он здесь стандартно идет. Я обрезался здесь. И далее, соответственно, все. Все эти части забрал фольгой. Ну, кроме, блин, вот этой. Дальше прошел здесь с термоусадочкой. Вышел здесь, как у нас у всех везде. Здесь также. Тот кусок, который мы отрезали. Я, соответственно, его вывел вот сюда. Вот таким образом. То есть у нас будет получаться, что... Вот эта часть, которая... Она будет стоять у нас вот таким вот образом. Или в обратную сторону. И будет вот так вот. И будет выдувать. Весь, короче, поток воздуха, который здесь есть. И будет это выглядеть вот таким вот образом. Вот так вот это будет все выглядеть. Все, собственно говоря, практически готово. Так, значит, что у нас получилось? Вход воздуха здесь. Вход вариатора у нас здесь. Также, где и забор воздуха. Выход вариатора у нас идет сюда. Через уголок, который я отпилил отсюда. И он выходит вот здесь. Ну, собственно говоря, все. Готово. Готово. Свет, часть. Сапун бензобака. Я сделал гидрозамок здесь. И вывел его вниз. Как-то так. Готово. Продолжение следует...